Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник, студия Александр Семенов. На Ташкентской построили первый пролет будущего 80-метрового путепровода. Вскоре рабочие приступят к следующим. При этом движение по улице Демократической не ограничено. Напомним, реконструкция Ташкентской началась этим летом. В итоге от больницы Середавина и до улицы Демократической построят две проезжие части, по две полосы в каждой. При этом будет широкая разделительная полоса. Подробности далее. Монтаж пролета занимает пару дней. Всего таких будет три. Проект нестандартный, отмечает начальник участка. Встретился первый раз, что на одной опоре 17 буронабиных свай и такой большой объем бетона в розсверке. Это очень массивно. Очень. За счет этого значительно увеличивается выносливость сооружения. А машины здесь будут ехать по четырем полосам. По ширине дорога в одну сторону 7 метров. По демократической автомобили проедут в нижнем уровне. Таким образом, Ташкентская объединит Солнечную и Московское шоссе. Участок дороги у больницы Середавина уже готов на 95%. Осталось уложить финальный слой асфальта. На этом отрезке также практически готов участок прогулочной зоны в 700 метров. Чтобы нам вычистить дорогу и как-то обезопасить себя от оставленных машин на ночь, были вынуждены закрыть все заезды-выезды. Оставили только один, для того, чтобы наш транспорт сейчас двигался здесь чисто технологически. Подключили ГИБДД, чтобы они нам помогли. И в принципе завтра уже движение будет свободное. Как только будет введено в эксплуатацию участок вот этих 700 метров с этой стороны, движение будет одностороннее здесь и одностороннее здесь. Масштабная реконструкция Ташкентской обойдется почти в 790 миллионов рублей. Сейчас вдоль улицы проложили пешеходную зону, предусмотрели и переходы через пути. Горожане уже оценили результат работ. Большинство пенсионеров стоят на остановке, сели, отдохнули. Очень хорошо все сделано. Прямо мы рады. Мы вообще переменам в Самаре очень рады. И дороги, и тротуары, и озеленение в центре. Я маме говорю, как вам повезло, что наконец-то причесали ваш район. Наверняка самарцам понравится и изгородь из растений вдоль трамвайных путей. Здесь же установят десятки скамеек, клумбы и засеют траву. В новом виде развязку на ташкентской жители и гости города увидят в октябре этого года. Возможностей станет больше, а условия улучшатся. В Самаре продолжаются работы по капитальному ремонту и развитию инфраструктуры образовательных учреждений. Глава города Олег Фурсов лично проверил ход работ. В ближайшее время в обновленном виде предстанут самарский медико-технический лицей, 127-я школа в поселке Управленческий и лицей авиационного профиля номер 135. Обо всем подробнее Павел Баймаков. Усилить фундамент, заменить кровлю, коммуникации, благоустроить территорию и многое другое. Уже месяц, как в лицее авиационного профиля, стартовал капитальный ремонт. Последние семь лет здание 49-го года постройки пустовало, а вот желающих поступить в образовательные учреждения с каждым годом все больше. Ездят сюда со всех концов города, потому что педагогический коллектив очень сильный, у школы очень много наград, очень много достижений. И, конечно, мы заинтересованы в том, что вот этот очаг знаний, он развивался. Капитальный ремонт второго корпуса стратегически важен. На сегодня в лицее порядка тысячи учеников. Грызть гранит науки пока им приходится ютять в здании напротив еще и в две смены. Те дети, которые перейдут сюда, они освободят, конечно, там места для учащихся 5-11 классов, которые по требованиям СанПин должны обучаться в одну смену. И, наконец-то, мы это требование будем выполнять. Капитальный ремонт здесь планируют закончить к концу ноября. А в 127-й школе в поселке Управленческий мечтают научить детей плавать, причем без отрыва от учебного процесса. Здесь, на завершающей стадии строительства, находится здание бассейна. Сейчас здесь ведется отделка внутренних помещений и завершаются работы по устройству чаши. Подрядчик был определен еще в прошлом году, но средств было недостаточно. Но же к апрелю 2017-го вопрос был решен. Нужно сказать огромное спасибо губернатору и правительству, потому что они нашли необходимые ресурсы для того, чтобы такие деньги выделить. Темпы работы хорошие. Вы видели, что я проверял даже кривизну стен. И качество работы мне устраивает. Есть уверен, что к 20 августа школа будет сдана, и жители и дети Красногленского района получат нормальное, современное оборудованное, так сказать, школьное помещение. В частности, вот этот бассейн. В ходе проверки объектов глава Самары Олег Фурсов поделился и планами на будущее. Городские власти подбирают площадки для строительства новых учебных заведений. Наиболее острую потребность сейчас испытывают Кировские и Октябрьские районы. И именно на этих территориях сейчас сосредоточены усилия мэрии. Павел Баймаков, Николай Сидоров, СТВ. Далее дежурный по городу Илья Егоров поведает очередную коммунальную историю. Пример безалаберного отношения коммунальщиков к своей работе прямо сейчас. В эфире дежурный по городу. Здравствуйте. Переулок Юрия Павлова 5. Нескольких месяцев коммунальщикам не хватило, чтобы привести в порядок второй подъезд пострадавшей во время замены труб. Была авария, и тепловые сети нам доминили и приварили новую трубу, заасфальтировали. Но то, что осталось в подъезде, ничего не отремонтировало до сих пор в РЭО номер 3. Мы обращались к начальнику, к Максиму Борисовичу, и он нам сказал, что я пришлю вам. Мы приняли плотник, он придет вам все исправить. Но месяцы идут, ничего не исправлено, полы разрушены, стена разрушена. У меня есть семимесячный ребенок, мне приходится через эту яму коляску опять же перетаскивать вместе с ребенком. То есть это не все. Все очень тяжело, тем более, когда если еще стоит с первого этажа еще колясочка здесь. То есть получается, что вообще в принципе невозможно выйти. Просьба отремонтировать, естественно, привести в все надлежащий вид, чтобы и жильцы, и дети могли безопасно выходить из подъеда. И входить тоже самое. В любой момент может дальше обсыпаться все, потому что здесь травма может случиться, потому что яма не такая большая была. Она сейчас со временем, с месяцами обсыпается. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. В Самаре проходит международная бизнес-конференция «Делаем деньги вместе», генеральным информационным партнером которой является телерадиокомпания «Скат». В программе первого дня форума знакомства гостей и участников и работа в формате тематических круглых столов, посвященных презентации и обсуждению бизнес-проектов в разных отраслях экономики, а также уточнению нюансов кипрского законодательства для инвесторов из России. В расширенном формате общей встречи всех участников конференция пройдет 28 июля в Самарском бизнес-инкубаторе. Нам удалось достичь главной цели, которую мы ставили. Люди говорят. Говорят все, перебивают друг друга, задают вопросы. Это означает, что мы добились заинтересованности. Мы сумели найти те темы, которые вызывают у людей живость. И, соответственно, они сегодня с удовольствием эти темы обсуждают, строят совместные планы. Есть ряд технических накладок, вызванных ужасающей работой российского посольства. Мы, конечно, предпримем меры для того, чтобы как-то решить это в будущем. Но сегодня, невзирая на все трансграничные преграды, нам удалось создать сообщество людей, которым друг с другом интересно, которые достигают совершенно конкретных договоренностей. Мы в субботу планируем считать прибыль на корабле, кто сколько получил от этой конференции. Большое спасибо кипрской стране за то, что они оказались настолько мобильны, что, столкнувшись с определенными преградами, переключились на IT-ресурс, стараются быть понятыми. Разумеется, работает пул переводчиков с нашей страны. Есть большой интерес со страны всей российской страны, не буду говорить только самарской. И, соответственно, сегодня этого результата удается достичь. Спиннер как новый наркотик. Многие врачи бьют тревогу из-за простой игрушки. Его воздействие изучают психиатры, пока говорить о конкретном вреде рана. При этом специалисты в один голос говорят, что не стоит покупать дешевые, некачественные игрушки. Спиннеры у нас в городе, например, стали популярны лишь в начале этого лета. Теме посвятили круглый стол. Любопытно, что спиннеры крутят в основном мальчики. Девочкам эта игрушка не так интересна. И еще все большую популярность они получают у взрослых. Но все-таки изначально спиннер задумывался, как способ помочь детям с различными психическими расстройствами. Для развития мелкой моторики, как бы она применялась. Для коррекции расстройства аутистического спектра у детей, страдающих этим расстройством применялась. И для формирования внимания и усидчивости у ребенка гиперактивного. 80 лет первому нефтепромыслу Повложья. В 1937 году промышленная нефтедобыча началась под Сызренью. С этого момента аграрная Самарская губерния стала превращаться в один из главных индустриальных центров страны. Подробности в нашем материале. В 1936 году под Сызренью началась промышленная добыча нефти. В 1937 году здесь был образован Сызранский нефтепромысел. В годы войны нефть с этого промысла шла на топливо для танков и самолетов. Потому так отчаянно рвались немцы к волжской нефти под Сталинградом. Нефтяникам приходилось работать в тяжелых условиях, кирками и лопатами, на паровой и конной тяге. Многие мужчины ушли на фронт. Их место заняли женщины и дети. Сейчас черное золото играет не меньшую роль в экономике страны. Современное оборудование добычи и транспортировки, которым располагает Роснефть, это важно. Но, как и раньше, важнее люди. Мастер добычи Анатолий Швецков. В отрасли уже 40 лет. Любую погоду делаем обход. Зимой, конечно, на лыжах. Где не проедет автомашина, вездеход. К каждой скважине имеет свои, как говорится, параметры, свою, как говорится, душу. К каждой скважине нужен определенный подход. За нефтяными качалками нужен постоянный надзор, так как добыча – процесс круглосуточный. Сейчас объем добычи на Сызранском нефтепромыслие уже не тот, что раньше. Но скважины-ветераны до сих пор в строю. В настоящее время добыча нефти ведется на трех месторождениях. Это Сызранском, Карлосытовском и Изабровском. Месторождение находится на последней стадии разработки. Данная продукция в дальнейшем поступает на пункты, где нефть отделяется от воды, а в дальнейшем поступает на Сызранский перерабатывающий завод. Всего за 80 лет из недр Сызранского нефтепромысла извлекли почти 11 миллионов тонн нефти. И добыча продолжается. Максим Остриков, Николай Сидоров, СТВ. Отправились в поход. Федеральный проект «Дорогами атамана Ермака» стартовал на площади Славы в Самаре. 25 конных казаков пройдут 1800 километров от берегов Волги до Вагая, место гибели легендарного атамана. Маршрут похода затронет Самарскую, Свердловскую, Тюменскую области, Пермский край и Республику Удмуртия. Подробности в сюжете. На площади Славы казаки и казачата. Ребята из джигитовочной группы «Борская крепость». На них во время похода возлагается особое задание – показывать лихие приемы джигитовки и фланкировки. В ходе наши мальчики, они будут верхом на лошадях, будут проходить всю дистанцию. В некоторых городах мы будем останавливаться и будем показывать свое показательное выступление на лошадях. Шашки в руках Екатерины выделывают сложные фигуры зрелища, завораживающие. От нее не отстает Владимир. Для ребят такие выступления не в новинку, они призеры международных соревнований. Чемпионат мира в поджигитовке в Латкарине, в Подмосковье. Заняли третье место по выступательной программе. Протяженность маршрута – 1800 километров по тем местам, где в 16 веке прошел Ермак с отоварищей. Именно с того события земля русская приросла Сибирью. Закончится поход у поселка Вагай, где атаман Ермак погиб в схватке с отрядом татар из войска хана Кучума, прикрывая отход своих товарищей. Идея провести такой поход зародилась еще в 2014 году. Казаки Сибирского войска, казаки Волжского войска собрались вместе и порешили продумать, организовать и провести вот такой поход дорогами атамана Ермака, поскольку Ермак начинал в 1581 году путь именно отсюда. Поход проходит при поддержке Федерального агентства по делам национальности и правительства Самарской области. Основная задача – напомнить детям и взрослым о событиях тех лет – популяризировать казачьи движения. Они заслуживают поддержки на федеральном уровне, потому что проходят по территории нескольких субъектов и повторяют исторический, героический путь похода Ермака по освоению Сибири. Это очень важно. Перед походом проходит торжественный молебен. Как и много лет назад, казакам освещают оружие. Всего в походе примут участие 25 садников, не считая группы сопровождения. Возраст участников от 9 до 72 лет. Путь будет сложный – через горы, лесистую и болотистую местность. В Сибири казаков и лошадей встретят тучи, мошки и гнуса. В составе отряда медики и ветеринары готовились основательно. Самое главное, что мы готовы к таким трудностям, моральным, физическим. Для нас самое главное – это уберечь личный состав от повреждений. И, соответственно, наши дорогие, наши животные – это наши братья-лошади. Специально к этому походу певец Павел Коровин написал песню. По команде атамана Волжского войскового казачьего общества казаки отправились в поход. От площади Славы отъезжают на автомобилях. Таковы требования безопасности. А уже за городом пересядут на лошадей и отправятся в сторону Уральских гор. И о спорте Крылья Советов потерпели первое поражение в сезоне. Обидчиком Волжан стала команда «Томь». Первый тайм оказался провальным для подопечных Андрея Тихонова. Гости смотрелись гораздо лучше. Наши парни собрались лишь ко второму игровому отрезку. Но было уже слишком поздно. Все подробности в нашем материале. Крылья Советов были фаворитами в этой встрече. Вот только гости с таким раскладом, судя по всему, были не согласны. Начало матча – провал для Волжан. Не получалось практически ничего. «Томь» активно давила и гнула свою линию. Да и к шансам парни относились весьма бережно. Казалось, что хозяева поля не ожидали такой прыти. Достаточно тяжелая игра была. И против такой команды, как «Самара» с хорошей организацией игры, достаточно тяжело было ребятам найти какой-то противовес. Во втором игровом отрезке Крылья Советов пытались переломить ход встречи. Футбол стал выглядеть качественнее и веселее. Но было уже поздно. «Томь» ушла в глухую защиту, чтобы сохранить преимущество в один мяч. Гостям нужно было зарабатывать первые очки в сезоне. И они для этого приложили максимум усилий. Победа выглядит закономерной и заслуженной. 1-0. «Томь». На послематчевую пресс-конференцию обычный пунктуальный Андрей Тихонов пришел очень поздно. Рулевой «Волжан» весьма жестко поговорил со своими подопечными в раздевалке. Некоторым футболистам у нас надо немножечко опуститься на землю и уже начать в футбол играть, а не ходить пешком по полю. В первом тайме даже при ужасной игре, хорошей я ее не могу назвать вообще, близко даже, в первом тайме мы имели хороших несколько моментов. Крылья Советов потерпели первое поражение в сезоне. И пока никак наша команда не может попасть в число лидеров турнирной таблицы. Александр Семенов, Владимир Терентьев, СТВ. Воздушные гимнасты, акробаты и тигры. В Самарском цирке большая премьера. Семья Багдасаровых представляет свежую и зрелищную программу. Они обещают приятно удивить зрителей. Чем узнал и наш корреспондент Вячеслав Душин. На Самарской арене новое шоу «Планета 13» от звездного состава московского цирка Никулина Карина и Артура Багдасаровых. В динамичной программе титулованные номера с участием всемирно известных воздушных гимнастов, акробатов и жонглеров. Не обойдется и без комичных клоунов. За красными носами и забавной внешностью скрываются мастера циркового искусства с мировым именем Давид Левицкий и Владислав Руденко. Кульминация шоу – невероятные трюки с величественными хищниками. Нам очень понравилось шоу своими красками, своим волшебством. Особенно тигры, когда поджигали кольца, когда они прыгали. Домашние ты кошки уважения заслужить – это непросто. А вот этого хищника себе покорить – это вообще шедевр. Я поссорная. Увидеть шоу «Планета 13» в Самарском цирке можно до 27 августа. Мы здесь будем просто очень стараться в 10 раз лучше, чем везде, для того, чтобы порадовать самарского зрителя. Мы очень вас всех любим и ждем вас на нашем представлении. Цирк «Каникульна. Планета 13» в Багдасаровой, в Самаре. Печальная новость для всех наших коллег. Ушел из жизни Олег Павлов. На протяжении долгих лет он трудился оператором в службе новостей телерадиокомпании «СКАД». На его счету сотни отснятых сюжетов, тысячи интервью, которые стали отражением человеческих переживаний, трагедий и радостей. Диагноз «онкология» не уронил его дух. Он продолжал ездить на съемки до тех пор, пока мог держать камеру. Олег был полон острого юмора и жизнелюбия до последней минуты. В четверг нашего коллеги не стало. Прощание состоится в субботу в 12.45 в храме в честь жен Мироносец. Это на пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова. У меня же на этом все. Далее еще один сюжет программы «Абзац» и прогноз погоды. В завершении выпуска напомню адрес сайта георгия Лиманского. gslimansky.ru Читайте наши новости в социальных сетях в группах «СКАД СТВ Самара». Заходите на сайт телекомпании. А я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. По данным ВЦИОМ, чаще всего россияне покупают в интернете электронику и бытовую технику. Эти товары в десятке самых популярных. При этом далеко не каждый готов платить за товар, не видя его в реальности. Мы поинтересовались у самарцев, как они покупают технику. Вы обычно покупки совершаете в интернете или в стационарных магазинах? Обычно в интернете. Во-первых, это дешевле. Это не занимает много времени. Ну, как бы удобно. В стационарных магазинах больше нравится. Почему? Ну, потому что вижу сразу, могу как-то покрутить в руках. Итоги таковы. Мнения разделились, а значит, оба способа имеют место быть. Но впервые в нашем городе их объединил новый супермаркет электроники РБТ.ру. В поисках бытовой техники и электроники покупатели все чаще обращаются в интернет. Поскольку там большой ассортимент, и можно получить максимум информации о товаре. Но вот проблема, что если привезенный товар не подойдет по цвету, размеру, либо дизайну. А если покупка сломается, потом придется возвращать деньги. Если совместить экономичность, простоту интернет-покупок и надежность обычного магазина, то получится РБТ.ру. Приглашаем жителей и гостей нашего города за хорошим настроением и выгодными покупками в наш магазин. Компания работает в стране уже 87 лет. Название расшифровывается как «Рембыттехника». В новом формате в России работает 85 салонов. Самара стала 57-м городом. Купить технику в РБТ.ру горожане могут в торговых центрах «Гудок» и «Московский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова